Добрый вечер! В эфире служба новостей Волна. С вами Дмитрий Миранчук. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Общественное движение «Сила права» выиграло апелляцию на отказ суда открывать производство для установления факта того, что переселенцу пришлось покинуть дом из-за агрессии Российской Федерации. Защите Станислава Краснова не удалось оспорить продление его ареста. Суд перенесен на 19 июля. В направлении Приазовья запущены поезда категории «Интерсити». Как изменились станции Новая Алексеевка и Геническ после оккупации Крыма? Еще одна лазейка для дезертиров с юридического фронта перекрыта. Так, общественное движение «Сила права» комментирует решение апелляционного суда Киева в деле об отказе в открытии производства по одному из фактов вооруженной агрессии РФ. Ранее Голосеевский райсуд Киева отказал в возбуждении дела об установлении факта того, что вынужденный переселение с Донбасса покинул свой дом именно из-за агрессии России. Апелляционный суд решение об отказе отменил и направил дело на новое рассмотрение. В «Силе права» подчеркивают, мотивы, по которым судья первой инстанции отказал в рассмотрении заявления гражданина, пострадавшего от агрессии РФ, достаточно часто использовались судьями, которые или не имеют должной квалификации, или желают уйти от рассмотрения таких дел. В таких случаях судьи ссылались на наличие в деле спора о праве и невозможность в связи с этим удовлетворения заявления об установлении юридического факта. У нас на сегодня в «Силе права» готовых заявлений для подачи в суд порядка трех с половиной тысяч. Но мы притормаживали этот процесс. Почему? Потому что, во-первых, многие судьи психологически не готовы были рассматривать такие заявления. Часть находится либо в какой-то родственной связи, некоторые имущественно зависят от Российской Федерации, от оккупированных территорий, поэтому они пытались уходить от ответа. Вот те, кто не хотел по разным причинам рассматривать заявления граждан, пострадавших от российской агрессии, не выносить решения, которые нам, скажем, были бы, так сказать, ожидаемы и желательно, а рассматривать по закону. Так вот, те, кто не хотел этого делать, они нашли такую лазейку и, ну, это профессиональные вещи, утверждали, что это спор о праве, и там совершенно другой порядок рассмотрения, и отбрасывали эти заявления. Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляционную жалобу вынужденной переселенки с Донбасса, вот которые так отказали. Мы сопровождали все это в процессе, и мы доказали, что это совершенно неправомерный отказ. И это означает, что захлопнулась вот эта лазейка для дезертиров с юридического фронта. Мы настаиваем, требуем, украинское общество имеет право на правосудие, на справедливость, на то, чтобы заявления пострадавших были рассмотрены обстоятельно, доказательства были рассмотрены и оценены, и на основе этого было вынесено правосудное решение. Апелляция защиты Станислава Краснова на продлении его ареста так и не была рассмотрена сегодня в апелляционном суде Киева. Слушание дела перенесли на 19 июля. Самого Краснова в зал суда также не доставили. Напомним, 24 июня Шевченковский райсуд оставил главу гражданского корпуса Азов Крым Станислава Краснова под стражей до 22 августа. Перед этим на заседание 22 июня Станислава Краснова доставили в суд с травмами. Его транспортировали в больницу скорой помощи. Там наложили швы из-за травмы головы. Рассмотрение апелляции перенесено. Не было представителей прокуратуры. Станислав Краснов по видеоконференции рассказал свою версию избиения. Напомним, 22 июня в государственной пенитенциарной службе заявили, что перед конвоированием его осматривал дежурный врач СИЗО. И на его теле не было обнаружено синяков и других признаков применения физической силы. Также в пенитенциарной службе сообщили, что в их компетенцию не входит конвоирование заключенных до зала суда. Эта процедура осуществляется нацгвардией. Но сам Краснов утверждает, били его именно в СИЗО. Ворвались в то помещение, в 157-ю камеру, где он находится, эта камера. Для отбывающих пожизненное заключение ворвались 4 неустановленных лица. Они были в масках с дубинками. И они его избивали этими дубинками, руками, как он сказал. И при этом надели на него наручники, от чего у него остались следы. И после этого передали службе безопасности. У меня рассечения на голове, вот, что вы на гладине. Также были сенсы по форме тела. Ти сенсы были зафиксированы, потом в лекарню, когда меня туда вы доставили. А чем вам нанесли удары? Первый раз мне нанесли удары рукой. Потом, когда я упал, я не знаю, чем они били. Я думаю, что они упали, с ними они были. А по голове чему? Ну, что, конечно, не палится, потому что рукой они уже не пересечивались. Второй адвокат утверждает, что руководство СИЗО целенаправленно уничтожает все письменные заявления Краснова, чтобы не пустить его в зал суда и не дать права голоса. Керевництво следственного изолятора навмисно снищивает будь-якие заявы. В данном случае снищило заявы про его доставку. И так же, как снищило попередние заявы, скарги до генерального прокурора на порушение его прав людини в Киевском СИЗО. Поэтому я считаю, что властная сторона обвинувачения, СБУ, прокуратура, пошла затягиванием. Сейчас Станислав Краснов нуждается в медицинской помощи. Ему нужно снять швы, которые наложили ему врачи в больнице скорой помощи. Но это до сих пор не сделано. Железнодорожная станция Херсонщины, которая до оккупации Крыма были транзитными, сейчас конечная. После прекращения движения поездов на полуостров количество людей, которые прибывают на станции Новая Алексеевка и Геническ, возросло в разы. А вот улучшился ли комфорт пассажиров, разбирались наши корреспонденты. Семья Елены едет отдыхать на Херсонщину. Раньше отпуск проводили в Крыму. Рассказывает она. Но после аннексии приоритеты изменились. Много пересадок. Мы с ребенком не рискуем пока. Мы из Харькова едим в Геническ. Скоростной поезд Харьков-Геническ довезет семью Елены всего за 6 часов вместо обычных 10. Цена вопроса – 213 гривен за билет. Двухэтажную «Шкоду» запустили с июня. Здесь вместо привычной жары кондиционер, вместо обычного проводника «Стюарт». Здесь комфортно. Работает климат-установка, которая регулирует плюс-минус 2-3 градуса температурный режим в вагоне. Людям комфортно, людям удобно, быстро, хорошо, все довольны. Возможность запустить в направлении Приазовья поезд категории «Интерсити» появилась после обновления станции «Генический Новоалексеевка». Транзитные станции стали конечными после аннексии Крыма. Пассажиропоток увеличился в разы. Сюда прибывают как туристы херсонских курортов, так и те, кто направляется в Крым. Последние признаются, теперь дорога на полуостров отнимает немало сил и финансов. Тяжело. На границе стояли. Мы где-то, наверное, около пяти часов. Машины, мы такси переезжали, пять часов стояли, покуда передвинулись. Когда было до Симферополя поезд, было прекрасно. А сейчас немножко сложнее. Счастье жило. Пассажиропоток за июнь на двух станциях составил почти 90 тысяч человек. А это в три раза больше, чем за 2014 год. В Геническ массово поехали отдыхать туристы со всей Украины. Очень довольны. Пляж хороший, чисто. Это очень важно, потому что если сравнивать с другими пляжами, или там мусора достаточно много, это как по опросу знакомых, отдыхающих, то здесь очень хорошо, тихо, спокойно и здорово. После увеличения нагрузки на станциях актуальной стала их реконструкция. За последнее время здесь построили новые платформы, отремонтировали пути и обустроили территорию. Результаты проведенной работы приехали оценить представители Министерства инфраструктуры страны. Тотально мы вклали в этом году близко 21 миллиона гривен на реконструкцию и капитальный ремонт вокзала станции Новоелексиевка. Все для принятия и подальшего транспорта до места Баченко есть. И близко 11 миллионов гривен вклали в шлях между Новоелексиевкой и Генической. Также в связи с увеличением числа пассажиров на лето в сторону Геническа Укрзалезница запустила дополнительные поезда. Это все новости на сегодня. Смотрите больше на нашем сайте BlackCityV. А я прощаюсь с вами. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова